Здравствуйте! Новости Дагестана на ННТ в студии Махач Курбанов. Короткий анонс, что вы увидите в нашем выпуске. Деньги для ИГИЛ. Две женщины из Дагестана собрали 10 миллионов для запрещенной в России террористической организации. 149 пострадавших, 16 погибших. И это только за два месяца. Печальная статистика жертв в связи с утечкой бытового газа. Вопрос обсудили на выездном совещании МЧС. Из Сибири в Дагестан на велосипеде. Путешественник из Омска посетил достопримечательности региона и поделился впечатлениями с нашими корреспондентами. В Дагестане задержали двух женщин, подозреваемых в финансировании ИГИЛ. Они собрали более 10 миллионов рублей на нужды запрещенной в России организации. По версии следствия, женщины познакомились в интернете с находящимся в международном розыске участником НВФ, который в 2015 году выехал в Сирию. Переводы денежных средств осуществляли через банковские карты. На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Очередной ДТП в Дагестане. Погибли два человека. Один из них полицейский. Авария произошла в Кайкенском районе республики. Водитель Лады-десятки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Ладой-Калиной под управлением сотрудника полиции. Оба водителя скончались на месте, а пассажирка первого авто с различными травмами доставлена в больницу. По данному факту назначена проверка. Собирается материал для принятия процессуального решения. Махачкала стала самым пыльным городом России. Такой рейтинг среди крупных муниципалитетов страны составил Росгидромет. Специалисты подсчитали, что уровень пыли в нашей столице превышает норму в 4 раза. Уточняется, что рассматривались неорганическая пыль, дым, сажа, зола, нитраты и сульфаты. За текущий год в республике в связи с утечкой бытового газа пострадало 149 и погибло 16 человек. Из них 50 детей. Большая часть печальных событий за октябрь и ноябрь пришлось на территорию Хасавирковского района. В связи с этим в администрации прошла встреча МЧС, газовой службы с главами сельских поселений. Что за нарушение? В первую очередь то, что везде используются шланговые соединения. Без зажимов, слишком длинные шланги, там не секретированные оборудования. Основная, другая причина от угарного газа, то что мы получаем, это то, что дымоходы наши. Никто не чистит у нас дымоходы. И, соответственно, все при ветре, при изменении погоды, условия, мы получаем окравление угарным газом. В республике ни одного дня нет, в последние 10 дней, чтобы 2-3 случая в республике не происходило. Отравление угарным газом. Где-то детальным исходом, где-то человек получает какие-то вечные здоровья. Мы со своей стороны, свои силы, которые находятся на территории района, их все подключим, и пожарные части подключим. Проведем предварительные инструктажи, разъяснения, чем они должны заниматься. Мы хотим вот такую взаимную работу. Может, она даже не стандартна, но эту работу необходимо провести. Более 800 площадок и 4000 контейнеров. Именно столько нужно Махачкале, чтобы решить мусорную проблему. В связи с этим прокуратура столицы провела совещание по вопросам оборота твердых коммунальных отходов. Одной из причин возникновения проблем в бесконтрольном складировании коммунальных отходов на территории города и на отдачном устройстве контейнерных площадок является также отсутствие по настоящее время генеральной схемы санитарной очистки города. По данному факту, несмотря на наличие вступившей в законную силу решения суда, по иску Роспотребнадзора генеральная схема не утверждена до настоящего времени. Решение суда еще вступило в законную силу в 2016 году. Также имеет место факты несвоевременного вывоза мусора, содержания местных накоплений отходов, качество уборки уличного смета, а также несанкционирование складирования мусора. Кроме того, большое количество установленных контейнеров не окрашены, отсутствуют крышки и маркировка владельца. Говорили также и об отсутствии по настоящее время генеральной схемы санитарной очистки столицы. На сегодняшний день функционируют 950 контейнерных площадок, на 586 выделенные места, они находятся в работе. Определяют полеты контейнерных площадок, закрепляют земельные участки, установленные в форме. Насчет генеральной схемы. Здесь территориальная схема, я думаю, что она автоматизирована. Все необходимые информации для организации работы по сбору, вывозу, отходу в этой схеме имеются. Путешественник-велосипедист из Сибири целый месяц изучал Дагестан. За это время он успел увидеть практически все природные и культурные достопримечательности республики. В путь мужчина отправился более полугода назад и, пройдя маршрут Крым-Абхазия и все Северокавказские республики, прибыл в наш регион. Своими впечатлениями он поделился и с нашим корреспондентом Патимат Ханаповой. «Климат у вас интересный. Вот у нас сейчас в Омсе уже снег лежит. Сейчас приеду домой и сразу на лыжи встану. А здесь у вас, пожалуйста, цветы. Тепло. Можно всю зиму путешествовать, даже и домой не возвращаться». Андрей Ильин приехал из Сибири, из крупнейшего города России Омска. В Дагестане гостит вот уже месяц. Объездил всю республику, побывал практически везде, начиная с Улакского каньона, заканчивая восхождением на гору Шелбуздак. «В самом деле республика оказалась самая гостеприимная. Самые такие люди с широкой душой, добрые очень. Много меня в гости звали. Даже были случаи, когда из села, если я выезжал, уже за мной машина догоняла, разворачивали меня. Куда вечером из села выезжать? Сейчас название не могу вспомнить. В общем, очень все понравилось. Красивейшая природа, разнообразная. Есть у вас в республике все. Больше всего мне понравился Шелбуздак. Расходил на гору. Очень красиво». Андрей Ильин по профессии электросварщик. Пару лет назад ушел на пенсию и решил, буду познавать мир вокруг. Сначала он путешествовал на машине и лодке, затем увлекся велопоходом. И вот уже более семи месяцев ездит по стране. За это время Андрей побывал в Крыму, в Абхазии и на всем Северном Кавказе. «Почему вы все-таки решили не дома лежать, а в телевизор смотреть?» «Да какая-то полжизни так ушло. Дома, на диване, в телевизор. Что там увидишь? По большому счету один негатив. А путешествуя, кругом люди интересные, природа. Природа в основном мне очень нравится. Хото мир посмотреть. Время-то идет, не молодею». На этом мужчина не собирается останавливаться. Говорит, зимой побудет на малой родине, а затем снова отправится в путь. Но теперь уже не по России, а по другим странам. На вопрос о финансах отвечает. «На самом деле финансов очень надо немного, потому что у меня все есть. Все теплые вещи, всякие гаджеты, видеокамеры». «Что, багаж, расскажите, что у вас там?» «Тут у меня спальник, зимний костюм, там одежда, обувь сменная, продукты, плитка, газ, кастрюли. Ну, в общем, обыкновенные такие бытовые вещи. А на продукты? Ну, одному человеку сколько надо на продукты? 5-6 тысяч больше я в месяц просто и не трачу. Мне одному хватает. А здесь, в Дагестане, так я и того не потратил». Сегодня Андрей Ильин покидает республику. Мужчина признается, несмотря на всю красоту природы и гостеприимства людей, по родному дому все равно скучаешь. Однако, прощаясь с нами, пообещал, что в Дагестан он обязательно вернется, но уже вместе с женой. По теме Тханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. В спортивной школе «Олимп» провели мастер-классы, новоиспеченные чемпионы мира по любительскому футболу, игроки сборной России Гамит Шахбанов и Рустам Рамазанов. Напомним, что недавно игроки национальной сборной вернулись с Греции, где стали чемпионами мира и снова вышли на поле. Но уже знакомить начинающих спортсменов с правилами футбола. На мастер-классе побывал мой коллега Камиль Девятов. Не секрет, что футбол – это игра миллионов. Но футбол – это еще очень много работы, которой относиться надо с полной самоотдачей. Труд на первом месте. И только затем следуют результаты. Известность и громкие победы. Гамит Шахбанов провел тренировку с воспитанниками детско-юношеской спортивной школы «Олимп» и начал с самого основного – разминки. Показывал разминочную часть, подготовку к основной части тренировки, к футболу, на определенную группу мышц, развивающую для детей. И, соответственно, вот двухсторонку начали. Работа с мячом – то, что любят юные футболисты еще со времен, когда футбол был просто развлечением. Но времена дворового футбола остались позади. Сейчас ребята на пути к большим победам и тренируются под чутким руководством профессиональных тренеров. Давай, давай, двигайся, Джамалди, можно еще? Шахбанов и Рамазанов выбрали себе по команде. Чемпионы мира сыграли с молодыми спортсменами на одном поле. Показали ряд профессиональных хитростей. Рустам Рамазанов, в отличие от своего коллеги, по сборной играл за обе команды. Видно, да, им обидно, что-то они проигрывают, и поэтому чуть подбадривать надо по-любому. Они играют в одной команде, двухсторонкой. Я сам по себе знаю, когда ты сам нервничаешь, когда на тронках проиграешь. Я их понимаю, поэтому стараюсь их тоже подбодрить чуть-чуть. Несмотря на то, что игрок сборной России помогал оппонентам в игре, победу им одержать все-таки не удалось. Тренировка воспитанникам спортивной школы «Олимп» запомнится надолго. Играть плечом к плечу с чемпионами мира – такой шанс выпадает не каждому. Именно это подрастающее поколение будет брать с них пример и, конечно, двигаться к тому, чтобы показать такой же, как они, и пока выступают достойно и представляют достойно нашу республику, наш город, нашу страну на всех чемпионатах и соревнованиях. Дагестанский футбол переживает не лучшие времена. Закат анжи, проблемы с финансированием академии и много других вопросов. Но думается, что проблемы взрослых не должны отразиться на будущем. А детский футбол – это и есть будущее. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Меньше суток до старта турнира Лиги UFC в Москве. Уже завтра в октагон на веб-арене ЦСКА выйдут 8 дагестанских бойцов. В главном поединке вечера восходящая звезда Забит Магомед Шарипов встретится с американцем Кельвином Кеттером. В течение недели перед турниром Лига UFC проводила свои мероприятия по раскрутке этого события. Участники показали болельщикам свои коронные приемы на открытой тренировке. А накануне бойцы отвечали на вопросы журналистов. Здесь же прошла так называемая битва взглядов и официальное взвешивание. Все спортсмены уложились в рамки своих категорий. Начало поединков в UFC намечено на 19.00. Добавлю, что интервью большинства бойцов-участников доступны на нашем канале в YouTube. И на этом у нас все. Оставайтесь на нашем канале, смотрите новости. Всего хорошего, до свидания.